Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программа Сирена и я, Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Жестокая расправа. Следователи задержали фигуранта дела 19-летней давности. Взрывоопасно. В Бобруйске обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной. С тротуара под колеса в Бобруйске в результате ДТП серьезно пострадал пешеход. Дорогу не поделили авто. Пострадал пешеход. 15 июля на перекрестке улицы Володарского и Георгиевского проспекта произошла авария. Женщина в реанимации. На момент прибытия съемочной группы на место. ДТП можно было назвать механическим. В прицеле камеры лишь мятый кузов БМВ и несколько патрульных машин. Но увиденное дальше ужасает. Вблизи авто женская обувь. Несколькими минутами ранее из-под машины сотрудники МЧС вытащили пешехода. Женщина находилась под моторным отсеком и для того, чтобы ее извлечь, пришлось применить специализированный инструмент. Такой как гиперпневматические подушки и гидравлические домкраты. После этого была женщина передана работником скорой медицинской помощи. С множественными интересными повреждениями. А это переломы ребер, ключицы, бедра и костей таза. Женщину 69 года рождения госпитализировали. На момент поступления состояние было тяжелое. Пациентка осмотрена в травмопункте госпитализированного отделения реанимации, где проводились лечебные диагностические мероприятия. Было выполнено оперативное вмешательство. По состоянию на сегодня состояние пациентки остается тяжелым. В дальнейшем проводятся диагностические и лечебные мероприятия для того, чтобы исключить повреждения внутренних органов. Пока врачи борются за жизнь пострадавшие в ДТП, госавтоинспекторы поясняют обстоятельства случившегося. По официальным данным, примерно в 17.50 29-летний водитель Пежо при повороте налево не уступила дорогу встречному БМВ. Тот пытался уйти от столкновения и вылетел на тротуар, где и был пешеход. По факту проводится проверка. Только за два дня на дорогах города произошло 7 ДТП. Пока правоохранители не дают заключений по каждому случаю, но констатируют основные причины происшествия. Чаще всего это невнимательность за рулем, несоблюдение дистанции и правил маневрирования. Перекресток в центре города, работающие светофоры, сухое дорожное покрытие, отличная видимость и очередная авария. Пересечение улиц Интернациональная и Пушкина в этом году стало популярным в статистике происшествий. На этот раз не разъехались Форд и Митсубиси. Водитель последнего уверен, правда, на его стороне. Человек решил нарушить правила, поехать на зеленый свет, не пропустив машину, идущую по главной дороге. Вот и все. Скажите, кто-нибудь в машине пострадался? Нет, нет, нет. Все нормально. Небольшие механические повреждения. Все. Второй участник ДТП всячески избегал камеры. Отказался от комментариев и пассажир Форда. Виновника установят правоохранители. Известно, что в этом происшествии никто не пострадал. Ведется проверка. Корыстное побуждение. Именно этот мотив следователи считают основным в деле 19-летней давности. А в 2000 году в Бобруйске в одной из квартир в ванной было найдено тело 69-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. На месте правоохранители изъяли биологические следы двух человек. Но задержать преступников тогда так и не удалось. Кровавая история началась в Минске. Общительная 69-летняя женщина на вокзале познакомилась с двумя приятелями. На тот момент парни были еще несовершеннолетними. Пенсионерка пригласила их к себе в гости в Бобруйск. Через несколько дней молодые люди приехали к ней домой, где распивали спиртные напитки. Со слов допрашиваемого, в ходе распития его товарищ нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась на месте происшествия. Тело потерпевшей они поместили в ванную, наполненную водой, после чего в сумке сложили имущество убитой и покинули квартиру. На этих кадрах следственный эксперимент. 36-летний подозреваемый дает признательные показания. Мужчин удалось вычислить оперативникам спустя почти 20 лет по биологическим следам, а конкретно слюне гостей. Было установлено совпадение биологического материала, обнаруженное на одном из объектов исследования, с генотипом подозреваемого в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Мотивом следователи называют корыстное побуждение. Известно, что на момент совершения преступления оба парня находились в розыске за разбой. В 2008 подельник скончался перед судом за кровавую расправу 19-летней давности, ответит задержанный. Алкоголизация населения. Правоохранители бьют тревогу. 13 из 14 тяжких и особо тяжких преступлений в этом году были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Профилактические беседы или принудительное лечение. В ближайшие дни бобруйская милиция усилит контроль над любителями алкогольных напитков. Причем мероприятия будут не плановые, а дополнительные. В городе растет количество преступлений и правонарушений. Совершают их на фоне алкогольного опьянения. Чаще всего исход летальный. Весной этого года случай, что сожитель, будучи, находясь по месту жительства, со своей сожительницей, совместно распивали спиртные напитки. В итоге у них произошла ссора на почве ревности друг к другу. В ходе которой сожитель просто подверг ее избиению, в результате чего не обратил внимания. Она уснула, а позже было установлено, что она умерла. В целях профилактики при помощи самых действенных мер. Отправки в ЛТП только в этом году на принудительное лечение было направлено 130 человек. На учете еще 2000. Причем немалый процент занимают женщины. Они, как правило, даже после лечения не становятся на путь исправления. А значит, подход к ним будет особенный. В февраль 2016 при реконструкции моста в Могилеве обнаружили авиабомбу. В мае 2017 в Светлогорске коммунальники случайно привезли на детскую площадку вместе с песком мину времен Великой Отечественной войны. В июле 2019 в Бобруйске обнаружили фугасную авиабомбу. Эхо прошлого спустя 75 лет послевоенных действий на территории республики слышно до сих пор. За неделю саперам поступило сразу четыре тревожных сообщения от горожан. Пятый микрорайон – стройплощадка. Здесь во время подготовительных работ по возведению многоэтажки из-под ковша экскаватора выкатились боевые снаряды. На место тут же выехали саперы. Они подтвердили опасения. Находками оказались минометные мины времен Великой Отечественной, причем в боевом состоянии со взрывателями. Калибром 82 миллиметра вес мины составляет где-то 3,5 килограмма. Взрывчатого вещества до полукилограмма. Разлет осколков. Безопасное расстояние считается метров 300-400, не больше. В принципе, это достаточно. Что могла эта мина уничтожить? Она использовалась для поражения как живой силы противника, так и для легкобронированной техники. То есть мотоциклы, машины. Мины вывезли на полигон и уничтожили. Никто не пострадал. По информации специалистов, здесь в 2010 году нашли сотню таких же. Они лежали вместе. Уже под финал войны, в 1944 году, когда началась знаменитая операция «Багратион», под Бобруйском скопилось довольно большое количество немецких войск, знаменитый Бобруйский котел. И, собственно говоря, части советской армии применяли здесь весь спектр вооружения. Собственно, как и немцы, которые пытались сначала вырваться из котла, а потом, соответственно, оборонялись в этом котле. Очередное подтверждение исторических фактов нашло себя в этот же день, но уже на Ванцете. Там, во время закладки трупов, вблизи дома 12, где, к слову, в мае бушевали страсти из-за нападения бойцовской собаки на людей, нашли снаряд калибром 100 миллиметров. Его коммунальники сюда доставили вместе с песком. Снаряд был без взрывателя, особо большой, опасности не производил. Но уже при дальнейшем обследовании было установлено, что внутри находится оголенный промежуточный взрыватель, который очень чувствителен. Он мог детонировать от сильного удара или теплового воздействия. Осколки в случае ЧП разлетелись бы на 600 метров и могли нанести серьезные увечья людям. Снаряд, мина, бомба представляет огромную опасность. Дело в том, что изначально оно и создано, чтобы убивать людей. Страшными являются авиабомбы и снаряды для минометов, потому что они крайне нестабильные. И вот особенно, если читаем хронику первого десятилетия посевоенного, именно на таких боеприпасах очень часто подрывались люди. Тогда была целая волна вот этих вот подрывов. Саперы оперативно сработали и уничтожили снаряд на полигоне. Спустя несколько часов снова выехали на место ЧП. В районе речного затона, где еще в апреле нашли уникальный шлем 10 века, теперь обнаружили корпус снаряда. И тоже времен войны. Специалисты предполагают, что на этом тревожные сообщения не прекратятся. Опасные отголоски далеких лет еще сохранились в земле. На всякий случай настоятельно рекомендуют не играть с огнем. Такие находки нередко лишают жизни. Случай, вот нарисованный у меня на листе, это авиационная бомба немецкого происхождения. Никто бы никогда не подумал, что это боеприпас. Так и получилось. Мужчина нашел на поле или там посмотрел кусок железа, принес на мех двор. Решил сделать с нее кувалду. Все, нашел трубу, начали варить. Как только сварщик нашел варить, взрыв. Итог. Один труп, второй инвалид. Лучше всего не касаться незнакомых металлических предметов, поднятых из земли. И сразу, при обнаружении, звонить на номер 102. Еженедельно в Беларуси пропадают люди. Чаще всего это пожилые собиратели лесных даров. Так, только за прошлую неделю сотрудникам ОВД поступило пять тревожных сообщений. Одно из последних из деревни Бабино. Сообщение о пропаже поступило от местной жительницы. Еще утром они с подругой вместе собирались пойти за ягодами. Но почему-то пошла лишь одна и пропала. Я пошла вокруг этого места, где она обычно ходит. И звала, звала, кричала. А она не отзывала. У меня такая привычка, что она не отзывается. А я пришла, задыхаю сердце и ноги блятой. Пенсионерке 39-го года рождения не было 4 часа. Она самостоятельно вернулась домой и на момент нашего приезда, спустя несколько дней, тоже отсутствовала. Нашли ее с помощью участкового в лесу. Местная жительница уверяет, она не терялась. Это просто невозможно. С детства все тропы знают наизусть. На что ориентировались раньше, чтобы не заблудиться все-таки в лесу? Вот что делали для того, чтобы... А в этом мы не думали, мы собирались в копылы. Мы не шли по одному. Соседские там мальчики, девочки. Так вот мы бегали в детстве. Сейчас в одиночку все-таки не выходите, стараетесь с ними. Ну, я если выхожу сюда только. Близко, может, дома рядом. Правоохранители на всякий случай провели еще одну беседу с бабушкой и напомнили о важном. В пожилом возрасте не стоит увлекаться сбором ягод или грибов. Не первый год в республике и районе подобные выходы в лес заканчиваются плачевно. В том году ушла женщина в лес тоже за ягодой, за грибами. И по настоящее время ее поиски ведутся, но она еще до сих пор у нас не обнаружена. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, пересылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин